В залах детской библиотеки имени Аксакова, как всегда, уютно и интересно. Там отметили Всемирный день книголюбов. Для посетителей представили четыре выставки на любой вкус. Главное, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Самое главное – это наши выставки, которые заманивают детей. И, конечно же, выставки – это интерактивное общение ребенка с книгой. Мы завуалируем книгу под игры и передаем сюжет, играя с ребенком. И тогда уже мы влюбляем ребенка в книгу. Ребятам предложили поиграть в перетягивание литературного каната. Кто дает больше правильных ответов, тот и побеждает. Также на выставке для юных читателей представили волшебный чемоданчик. В нем хранятся вещи из наших любимых сказок. А участники должны были угадать, что это за предмет и из какой сказки. Самый известный врач нашей страны – доктор Айболит. Ну и, конечно же, любимая золушка для многих девочек. Для любителей фантастики заработала выставка, посвященная Гарри Поттеру. Ну а для ценителей особенных книг представили экспозицию «Сокровища книжного моря». Из 200 тысяч книг здесь отобрали самые выдающиеся и интересные книжные рекорды. Самую цирковую, самую праздничную, самую маленькую и большую книгу. Особое внимание хочется уделить самой золотой книге библиотеки. Ей также более 100 лет. Но, несмотря на свой почетный возраст, вы посмотрите, в каком хорошем она состоянии. И все это за счет того, что ее страницы обработаны настоящим золотом. Центральным проектом стала выставка «Портреты. Почему я стал детским писателем». Ее организаторы посвятили 95-летию со дня рождения ульяновского писателя, члена Союза журналистов Льва Леонидовича Фомина. Весь коллектив Оксаковки, где он долго работал, хранит добрую память об этом скромном и отзывчивом человеке. Здесь представлены его книги с его автографами. Книги, которые издавались, он дарил нашей библиотеке, подписывал эти книги. И эти книги до сих пор не утратили своей значимости. Большинство книг он писал для детей. Самыми популярными рассказами были «Красный галстук», «Повесть о елке и сером волке», «Высоко над Волгой». Кирилл Савосин, Артем Куранов, Управда ТВ.